Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о огромной проблеме, я считаю, о каком-то комплексе нашего постсоветского пространства, наших женщин. Желание помогать и спасать. Спасать, быть жертвой. Вот эти страдания, все стенания, которые у нас происходят, это очень сильно отражается на отношениях и, в принципе, на жизнях людей. Очень часто мне, с меня мой канал находят какие-то родственники тех, кто в каких-то отношениях. Это очень взрослая аудитория моего канала, это, как правило, мамы тех девушек, которые в отношениях, либо уже замуж вышли в Турцию куда-то, они хотят узнать о там менталитете своих новых родственников приобретенных, каких-то свекров, зятя. Либо кто в отношениях на данный момент состоит, как-то предостеречь страшная страна, столько всяких ужасных мифов, страна вообще мусульманская, религия другая, тебя заберут в рабство, ну и всякое такое прочее. Или все мужики лыжицы, и все так плохо, ужасно. Люди в поисках подобной информации находят мой канал. И я, когда такое читаю, часто бывают комментарии на эту тему. Из недавнего одна женщина мне написала, девочке 19 лет, это моя внучка, она вступила в отношения с турком, вот она к нему летала, встречалась с ним, а он там к ней тоже прилетал. Скажите, как быть, как мне сделать так, чтобы она с ним рассталась, мне он не нравится, это все вообще опасно, ужасно, и как мне их развести. И если этого делать не стоит, что мне разрешить, и такое типа окончание было, что мне, разве можно позволить ей набивать свои ошибки, бабушка решает за эту девочку. Мамы очень часто тоже такое пишут, недавно меня вообще укоряли, ну я понимаю прекрасно, у человека, когда комплексы и проблемы, он всяко реагирует на информацию, видео психологических, что я разбираю в историях. Какая-то женщина недавно в возрасте написала, вот вырастет ваша дочь, посмотрю, как вы разрешите набивать типа свои шишки. И с такой злостью, блин, ненавистью было написано, потому что у человека, видимо, в этом плане с личной проблемой есть, он не может отпустить от себя детей, своих сепарироваться. Типа как вы разрешите своим детям допускать, это же так, и вот эти вот страдания там расписанные вот на такой размер. Все очень просто, я вот даже сейчас уже позволяю своего ребенка отпускать, я вижу, что он может ошибиться, я его предупреждаю, но я позволяю допускать ошибки и учиться на своих ошибках. Пока вот не упадет нос, не расшибет, у меня такой ребенок активный, он будет бежать, сломя голову, слушать меня не будет. Ну, у меня само собой, когда так получается, что приходится допускать, под моим контролем, но ребенок допускает какие-то ошибки в жизни, в общении, какие-то травмы и все прочее, в рамках разумного, но даже в общении с людьми, в каком-то друзей выборе. В общем, я это уже сейчас делаю. И то, что вы не можете сепарироваться от своего ближнего, от своего ребенка в частности, это ваша личная проблема, это ваши комплексы. Вы боитесь своих страхов, своих комплексов, и поэтому вы, например, гипер какой-то опекающий родитель. Ну, это можно долго в этом копаться, это пример. В общем, я не об этом сегодня вообще говорю, да. У нас всегда есть люди, которые хотят залезть в чужую жизнь, чужие проблемы разведу своими руками. У нас такая поговорочка есть, очень похожая. В чужом глазу все, соринку вижу, в своем бревна не вижу. У нас все хотят помогать и спасать, когда их порой о этой помощи и спасении люди даже не просят. Мое видео сегодняшнее о том, что в норме быть эгоистом, любить себя, свои приоритеты, даже по отношению к детям. Сейчас матери вообще за голову взялись. Как так? Нет, да. Да, черт побери, на первом месте должны быть вы. Есть такая пирамида, можете посмотреть, в интернете их много. По маслу, ну это потребности, но вообще в принципе другая есть. Пирамида я забыла, просто как она сейчас у меня из головы вылетела называется, тоже по фамилии психолога какого-то. Я забыла ее название, фамилию его. В общем, тоже пирамида, в общем, ну можете взять базовую маслу, там в принципе суть-то такая. Там просто она вторая, она более досконально в плане эмоционально, психоэмоций разобрана. Это более базовая потребность по маслу. Но все равно посмотрите, что на верхушке, это я человек, личность, вы для себя сначала. Потом уже от вас идет ответвление каких-то ваших потребностей, запросов, людей, с кем вы там контактируетесь, что кому вы должны помогать, кому не должны. Короче говоря, лезть в чужие проблемы и решать, желание их решить, это ваши личные проблемы и комплексы. Другому человеку, скорее всего, это не нужно. Мне буквально на днях написала девочка, она живет в Турции, наверное, я поняла, ну неважно в общем. У нее парень турок, я как поняла, да, они живут в Турции, и у него есть друг-наркоман. Ну не очень хороший вообще, в принципе, она его описала, и он с наркозависимостью. Она боится, что ее парня тоже воплечет, зачем ему такой нехороший друг. И она с ним договорилась о том, что типа он с этим другом прекратит как бы общение. Ну в общем, как бы понадежнее этого друга оттолкнуть от своего парня. Казалось бы, да, вот если такую историю брать, я думаю, что он мне сейчас посмотришь, я тебе немножко подробнее, да, не как в письме расскажу сейчас. Казалось бы, ну классно, девочка помогает, заботится о своем парне, но дело-то в том, что парень-то уже взрослый. Как эта девочка, которая встречается с другом, за которую бабушка хочет решать что-то. Ей уже есть 18 лет. Это взрослый человек, который сам решает, как ему выбирать каких друзей, с кем ему встречаться, с кем ему общаться. Если у него есть друг не очень хороший, он до сих пор там общается в какой-то период времени, и не стал наркоманом, это не говорит о том, что он будет зависим, это недоверие к парню идет. Это говорит о том, что он, скорее всего, наимый не станет. Если бы он был уже наркоманом с зависимостью, и этот друг бы его мог вовлечь в это, он бы уже это сделал. А второе, девочке надо обратить на себя, зачем ты лезешь в отношение к своего парню, за него решаешь и навязываешь свое мнение, с кем тебе общаться. Вот это благое типа здоровье, жизнь, наркомания это плохо и все прочее, ну это какого-то рода прикрытие. На самом деле человек лезет помогать, чтобы быть любимым. Ну у всех разные там бывают причины, да, но в основном, чтобы тебя поблагодарили, чтобы человек, которому ты помог, какое-то вознаграждение, ну со словами, там, благодарность тебе, короче, была. Быть нужным, это желание базовое, да, кто лезет помогать, когда его не просят. Быть нужным, чтобы была какая-то благодарность, в принципе, ощущение внести лепту в общество, в социум, в жизнь, сделать, короче говоря, что-то хорошее, что-то, чем ты можешь похвалиться и когда сказать, о, я когда от своего там парня встречалась, от наркоманской жизни его уберегла, я ему запретила общаться с другом. Ну это общее такое базовое, понимаете? Дело не в любви к этому человеку, переживании за его жизнь. Он сам должен переживать за свою жизнь. И сейчас, наверное, меня спросят всякие жены, родственники, знакомые, наркоманов, алкоголиков и всего прочего, как же мы их не можем оставить, они погибнут, и мы должны помогать им. Это больные люди. И поможет им врач после того, как они признают свою болезнь, свою проблему. Вы можете подробно им рассказать, вести в курс дела, что существует такой недуг какой-то, который у тебя. Вот примеры, как люди излечились, например, от наркомании, или там, я не знаю, ну всего, что у вас там, нужное подставить, да. Вот так можно это излечить. От этого есть и выход. Вы можете активно это как-то пропагандировать, показывать, но заставлять человека силой тащить куда-то, навязывать и ставить ультиматум. Вы не можете. Это выбор этого человека. Просто у некоторых людей есть, у онкобольных в том числе, у некоторых форму рака, у людей также, которые и в депрессии, и наркоманы, алкоголики, у них есть определенная такая заруба идет на самоуничтожение. Это неприятие, нелюбовь себя настолько, отторжение себя, может быть причиной родителей, или родители вообще не хотели, чтобы он когда-то на свет появился жертвой аборта и все прочее. Но где-то у человека, в его вот этой схеме жизненной, настолько отторжение к себе, что он всеми силами пытается себя уничтожить. И в нем эта закладка, да ты хоть бейся, не убейся, пока он свою психику не поменяет, ничего не изменится. Ты не сможешь этому человеку помочь. А кто очень сильно не может прям пройти мимо и пытается вот за собой замечаете, каждому встречному, поперечному и знакомому, родственнику и всем, вы всем готовы помочь. Свои хорошие, конечно, побуждения. Говорят, что вы там что-то плохо делаете. Я вам посоветую идти помогать, если вы действительно чувствуете, это у вас внутри вот этот червячок живет, что хочется помочь. Вот это, чтобы было что-то хорошее, чем бы я мог гордиться, чтобы я мог отметить, чтобы я, например, умер, а обо мне сказали когда-то там что-то частичку себя, какую-то полезности в обществе, в людях, в социуме оставить. Идите помогать волонтерам в хоспис. Работать с умирающими людьми, это очень тяжело, но вы там нужны. Идите работать, ну, работать в смысле помогать, работу какую-то делать. Волонтерам помогайте домашним каким-то животным, которых оставили, питомники, приюты, пристраивать этих животных, ухаживать просто за ними, чистить вольеры или еще что-то делать, оказывать какую-то помощь. Вот будет ваша огромная помощь. Но не надо лезть под кожу к своим близким и родственникам, особенно когда вас об этом не просят. Потому что вы должны понять, результата от вашей помощи, скорее всего, не будет. Во-первых, вы больше вреда принесете. Потому что из-за вашего давления, из-за ваших подсказок, из-за вашего влияния, скорее всего, человек вообще не поймет, каким образом решилась его проблема. Он и до конца решения проблемы, не он примет, а вы ему подсказали, либо навязали, либо вообще за него решили. И человек опять не получит опыта и будет снова набивать шишки. Если вот эта бабушка, 18-19-летней девочки, будет за нее решать, с кем ей общаться, с какими мальчиками, с кем встречаться, с кем. Это, во-первых, эгоизм бабушки, это ее проблема. Девочка, например, счастлива, у нее все хорошо, это ее жизнь, она решает, что у нее происходит. А если бабушка даже их разведет, она добьется своего, свои какие-то личные тревожность свою, закроет, успокоится, но потом появится еще парень, который ей тоже не понравится. Если действительно этот парень плохой, ужасный, и вы такого не хотите и для своей кровинушки, роднинушки, которую всю жизнь с детства с походу контролировали и боитесь упущения этого контроля, то даже если он такой реально ужасный и плохой, пока он ее не обидит, она этого не поймет. Пока вы будете сглаживать, отодвигать плохих людей вокруг нее, у нее не будет своих шишек. Когда вас не станет, например, на свете, она нарвется на еще худшие варианты, тогда только ее обухом по голове ей прилетит. Чем раньше набьет человек шишки, тем лучше будет для вас и для него. Результат будет лучше, эффект надежнее. Пока вы будете защищать и опекать, ничего хорошего не будет из этого. Вообще, если вы помогаете, то вы решаете чью-то судьбу. Вы вносите свой отпечаток, свою лепту в чужую судьбу, когда человек сам должен принимать решение. И запомните самое главное, просто желание помогать и спасать кого-либо, это ваше желание быть нужным, ваши потребности во внимании, ваши, возможно, комплексы, страх какой-то смерти. Оставить просто страх смерти, это оставить после себя что-то хорошее, память какую-то увековечить себя. Если вы поняли, что я имела в виду, пыталась в этом видео сказать, в общем, мир как-то существует и без вашей помощи, и, скорее всего, она не нужна. Поэтому успокойтесь и тратьте это время, свои силы на себя, на улучшение себя и своей жизни, а не на помощь кому-то, кто об этом даже не спрашивает. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.